Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и сегодня у нас будут покупочки с Алиэкспресс. Покупочки очень дорогие. Это на самом деле самые дорогие покупки, которые я брала на Алиэкспресс. И не пожалела, потому что пришло все действительно хорошее, качественное и очень быстро. Сейчас я с вами этим всем поделюсь. Первое, о чем я бы хотела сказать, это вот такой вот светящийся бокс. Сейчас он у меня на фоне не светится, потому что я его выключила, когда он светится, что-то как-то ярко получается. Светится он вот так. Но это не всегда так, просто у меня сейчас настроен свет определенным образом, что не совсем подходит сюда этот бокс. Но в других видео вы наверняка видели, этот бокс очень красивый и с определенным освещением он очень клево смотрится. Вот такой вот бокс. Он работает либо от сети, либо от батареек. Но батареек здесь нужно достаточно много, поэтому от сети, в принципе, меня устраивает. Я его включаю. Так, улетела моя буква С, вот от Селены. Не могу ее найти, не буду тратить на это время. Расскажу об этом боксе. Я давно хотела себе такой бокс. В комплекте уже входит шнур, которому можно подключать. И входят буковки черно-белые с такими же звездочками, сердечки там еще есть. Буквы сделанные, допустим, там 2 или 3 С, 3 там буквы Эй. Ну, то есть можно написать слово, там не по одной буковке идет большой комплект. Пришло все в коробке, хорошо упаковано. Поэтому я рекомендую продавца, у которого я покупала, за собственные крупные деньги. Это не реклама. В общем, набор, который я нашла, вот и вам и рекомендую, советую. Здесь все можно менять. Я вот написала вот это, еще не меняла на надпись. Ну, в общем, вот так. Бокс пришел вот в такой коробочке. Вот, как видите, здесь много-много. Я же их распределила, разорвала. Вот таких вот буков. Видите, они повторяются, чтобы можно было писать слова. И циферки еще есть. То есть можно писать даты. Здесь в три ряда можно писать какие-то слова. И еще можно прикрепить на стену, повесить на гвоздики. Сбоку у нас здесь есть включение-выключение и разъем для USB. Можно также продолжать хранить в коробке. Все ссылочки на товары я обязательно оставлю под видео. Дальше я бы хотела рассказать о своем новом объективе. Возможно, вы видите, что я сейчас, видите, себя приближаю. Такая в фокусе. У меня фокус перестал прыгать, так как прыгал раньше. У меня, как вы знаете, камера, это фотоаппарат плюс видео, камера селфи, идеальная для блогера. Samsung mini NX, Samsung NX mini, NX mini, 9 миллиметров. И у меня стоял вот такой вот маленький объектив. Как раз объектив на 9 миллиметров. Видите, какой он у меня убитый? На самом деле он убитый, потому что камера у меня уже падала много раз. Но она продолжает работать, клево, спасибо. Но он весь уже пошарпанный, это раз. И во-вторых, от того, что он падал, у меня как раз он на объектив падал. У меня заклинила там немного камера, и она конкретно начала прям вообще фокус. Он и так прыгал достаточно прыгательно. Но он начал прыгать еще больше, просто скакать в неуловимый мститель. И я знаю, что на мою камеру, хотя их уже не продают новые, Samsung уже их не выпускает. Ой, они вообще камеры не выпускают, и оптики у них не найдешь. И мне пришлось просто штудировать интернет, где осталось. А я знаю, что у меня сменная оптика. Я знаю, что есть оптика, которая намного круче, а она немного дороже. Я начала искать. Сначала так просто в магазинах начала искать. Ничего не нашла. Потом нашла что-то, но было очень дорого. Думаю, дай попробую на Алиэкспресс. Потому что я знаю, что на Алиэкспресс продают технику, и даже, ну насколько я знаю, есть и оригиналы. Я просто набрала оптика Samsung Mini, и он мне выдал бэушные, оригинальные вот такие вот объективы. Я была в шоке. Цена у них около, ну там, 6 тысяч, 6,5, по 8 были. Я нашла вот самый дешевый, 5900, что ли, ну считайте 6, да. И они были в наличии 89 штук. Я думаю так, бэу, 89 штук в наличии, как-то очень странно. Но где-то они их берут наверняка в хорошие. Я первым делом прочитала отзывы. Отзывы все довольные, говорят, как новенький пришел. И я, в общем-то, рискнула. Потому что если отдельно в магазинах покупать, то я что-то видела цену около 15-20 тысяч. Поэтому я рискнула и заказала себе оптику. Сейчас я сниму ее с камеры и покажу вам, чем она лучше-то. На обычном фотоаппарате NX Mini мы не можем делать приближение. Внутри в камере оно не встроенное. Поэтому мы можем сам фотоаппарат только приближать и удалять. В этой же камере уже есть приближение, потому что это там 9-27 миллиметров. И то есть можно уже приближать. И, допустим, смотрите, я вот так становлюсь близко. Видите, как он размывает хорошо фон? Если у кого-то такая камера, как у меня, то рекомендую поменять ваш объектив на объектив получше. И рекомендую этого продавца на Алиэкспресс. Потому что тоже приходит достаточно быстро. И пришло в идеальном состоянии. Вообще можно было бы принять его за новый. Дальше, следующая покупочка, которой я очень довольна, это мое новое освещение. Честно вам скажу, что такое освещение реально нужно покупать очень аккуратно. На Алиэкспресс освещений очень много. Какое освещение? У меня кольцо. Сейчас я вам его покажу и обратно поставлю. У меня вот такое вот колечко. Вот такое кольцо. Сейчас я вам расскажу все его преимущества. Первое, почему я купила именно это кольцо. Стоит оно 8 тысяч. 8, да. Это вместе со штативом. Но я покупала отдельно штатив, отдельно кольцо. Выбирала самую недорогую цену, естественно, чтобы отзывы были хорошие. Потому что есть несколько продавцов и у них цены разные. Именно это кольцо мне посоветовала блогер Елена Нескви, потому что оно стоит у нее. Когда мы снимали вместе видео совместное в Москве, я приезжала к ней в гости. Мне очень понравилось и я попросила ее скинуть мне ссылочку на него. Она мне скинула и это кольцо реально намного мощнее тех других, которые предлагает Алиэкспресс подешевле. То есть здесь параметры очень крутые. Очень много вот этих самих светодиодов. Здесь можно настраивать цвет от холодного до теплого. Здесь идет регулировка от минимального процента освещения, чтобы, допустим, совсем там, да, тускленький такой был, до очень сильного. Сейчас у меня свет на 50%. Я его, в принципе, всегда использую на 50%, бывает даже на 30%, потому что освещение очень сильное. Естественно, в своей камере я тоже нашла моменты, которые нужно поправлять ISO, чтобы освещение было, то есть, чтобы сама камера пропускала больше света. И мои видео заиграли совсем по-другому. Уже многие начали меня спрашивать, где я покупала это кольцо. Да, я его покупала на Алиэкспресс. Нашла самое недорогое. Продавец хороший. Все пришло упаковано. Классно. Этим я довольна, и всем своим подругам именно это кольцо я буду советовать, потому что оно максимально мощное, классное и качественное. За другие ничего не могу сказать, хотя такие кольца можно найти и за полторы, и за две тысячи. Ссылку на него я тоже оставлю под видео. Дальше преображения, которые на моем канале. Как видите, у меня теперь в последнее время, вы, может, еще не видели, но будете видеть чаще, подсвечивает такой красивый цвет. Мне очень нравится. В первый раз я увидела такой свет у одного блогера, у мальчика. Но у него, конечно, не так светило, знаете, немножечко. У него прям весь фон светил. Я не знаю, что за мощненская лампа там у него. Но, в принципе, вот когда светит немножечко, чуть-чуть, тоже придает такой немного уютности, да, и видео как-то начинает играть по-новому. Я еще поработаю с этим освещением. Она достаточно мощная, в принципе. Когда я пришла к Лене в гости, Елена Нескви, та же, которая мне кольцо посоветовала, у них тоже была такая лампочка, но она была маленькая. Я такую маленькую не нашла, и она Алиэкспресс полазила. В общем, то, что я взяла, выглядит, конечно, она так не совсем презентабельно. Видите, она такая прям черная, мощная, но она легенькая и с пультом управления. Красивый цвет. Пульт управления, который может, значит, off-on. Разные здесь есть цвета. Желтые, синие, зеленые. Очень много цветов. Также они могут тут вообще плясать, я не знаю, по-моему, мигать, переливаться. Что-то разное. Плюс можно уменьшать. То есть, видите, совсем тускленький, если нужно, а можно совсем яркий. Дальше он подключает там еще лампы. И, короче, освещение разнообразное. Пульт выглядит вот так. То есть, он очень простой, off-on и разные здесь цвета. Мощность у него 30 вольт. Меня устраивает, прикольно. Его надо определенным образом устанавливать для того, чтобы он как раз-таки светил в стенку. И от стены идет такой красивый отбиск. Скажите, нравится ли вам такая подсветочка? Я вообще планирую взять еще один такой. Может быть, с двух сторон подсвечивать или с одной стороны, так, чтобы мощно. В общем, я еще в поиске. Ну и также я к свету купила штатив. Штатив покупала отдельно. Он стоит там 1000 рублей где-то. Штатив хороший. Они продаются вообще на самом деле стандартные какие-то на Алиэкспресс. Прекрасно подходят под это кольцо. Я заказала, ну как бы отдельно. Отдельно кольцо, отдельно свет кольцо, отдельно штатив. Я еще заказывала себе фон. Такие два штатива и перегородка между ними. Для того, чтобы можно было вешать, допустим, любой фон тканевый или бумажный и на нем фотографироваться. То есть это хорошо для каких-то фотостудий. Но мне, так как я снимаю дома, отлично фон. Или что-то загородить там, знаете, загородил и снимаешь. Он вот так вот у нас раскрывается. Видите, сколько всего. Это я решила видео такое отдельное сделать вам, чтобы вы уже всякие технические моменты видели. Потому что уже спрашивают. Я думала, что значит это интересно. Вот так вот пришло запаковано еще в пакете. Вот только что открыла. И здесь внутри у нас вот такой вот чехол. Вот так вот. Вот так выглядит все это, как сумочка сделана. Очень удобно. Очень удобно хранить в чехле. И заказывать надо в чехле, если такое будете заказывать. Стоит оно тоже недорого вообще. В пределах 2-2,500, по-моему, я отдала. И здесь у нас, если разворачивать, до конца не буду, идет вот такой вот набор. То есть вот это штатив один, штатив другой. Их также можно использовать для кольца. То есть если вы такую штуку берете, можно уже не брать тогда отдельно. Ну, то есть вы их вместе не сможете, конечно, использовать. Для этого нужен отдельный штатив для кольца. Но, если вы, допустим, этим не пользуетесь, да, когда, время от времени. И вам там нужно будет кольцо просто, то, короче, штатив такой же, как и под кольцо. Под все он идет, этот штатив. Универсальный штатив. То есть два штатива и вот такие раз, два, три, четыре трубы. Высоту, ширину можно регулировать. Ширина огромнейшая, три метра. Высота тоже очень высокая. То есть самый высокий человек встанет на этот фон. И вот так оно все хранится. Таким вот способом все это крепится очень легко. И, кстати, стойки достаточно крепкие. То есть у меня есть такие стойки под свет. Вот свет. Две такие стойки, вот они. Ну, мне нравятся, блин, классные. Они достаточно крепкие. Мне кажется, что для начинающего фотографа, да, если, допустим, даже нет еще своей фотостудии или начинающего блогера, такое можно приобрести и уже даже просто вешать там, я не знаю, элементарный какой-то одного цвета, допустим, фон, да, из тканей. Я еще отдельно покупала сюда прищепки. Вообще здесь идет труба. И сюда прищепки, то есть зажимы для фона, их нет. Не входят они в комплект. Но они, в принципе, и не нужны. Я их купила отдельно, такие зажимчики небольшие. Тоже ссылку оставлю на них. Но они такие не очень качественные, на самом деле. Самое лучшее, это когда вы берете ткань, просто перегибаете ее через эту трубу и прям даже, я не знаю, чем. Я, например, фиксировала все это иголочками, когда, знаете, швеи шьют, вот эта иголочка и кружочек на конце. Такими. Раз, два, три сделал, и все красиво, ровно висит. Или вообще, допустим, занавеску очень легко повесить, потому что труба. Просто натягиваете на вот эту вот... Или просто отшиваете кусочек, да. Но вообще, когда фоны профессиональные продаются, это я в нашем, вот здесь уже недалеко у нас есть магазин, где продаются тоже штативы, освещение и такое все. И у них тоже такая вещь продается. И я говорю, а есть зажимы? Он говорит, нет зажимов. Так, если вы покупаете фон, там обычно отстроченная такая штука есть. Вы вставляете, то есть, ну, надеваете, нанизываете это на трубу, и все, оно прекрасно висит. То есть, либо можно как-то самим зафиксировать, ну, лайфхаков очень много. Либо купить такие прищепки, ссылку на которые я оставлю, они там 50 рублей или 160 стоят 6 штук, по-моему. Вот, в принципе, и все. И все мои освещения. Ну, давайте покажу, на что я снимала раньше. Сейчас я все меньше ее пользуюсь. Вот такой у меня софтбокс. Вот он. Там внутри огромная лампа. Вот она. И я вам скажу, что по сравнению вот с таким софтбоксом, а он у меня достаточно мощный, вот это LED-кольцо, оно светит просто, я не знаю, мне кажется, в 50 раз сильнее. Если поставить, включить это кольцо, LED-кольцо, да, и поставить вот этот софтбокс, такое ощущение, что он вообще не светит. Короче, если у вас есть финансы, покупайте вот такое LED-кольцо сразу, вы не пожалеете. Оно крутое. А если пока нет финансов, то купите хотя бы такой софтбокс. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным. У кого-то тоже заиграют видео новыми красками. Если остались вопросы, пишите в комментариях. На весь товар я оставлю ссылки под видео. Проходите, берите. Если будут вопросы, пишите в комментариях. А я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok